Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Перманцер, и это новое видео по игре Саюки, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами побывали в Куче, а точнее в городе Куча. Откуда сбежали две маленьких девочки лет десяти, одну звали... А как их звали? Ой, ё-моё. Сейчас, секунду. Одну звали Кинрей, второй Гинрей, вот. Мы их спасли, по сути, встретили их как двух, как это правильно назвать-то, двух оборотней, вот. И вроде как разбили какую-то бутыль, вот, которая засасывала душем. Ладно, вернёмся назад в Кучу, нам их надо бы привезти-то обратно, вроде как. Давайте их назад всё-таки приведём. Ура, мы дома! Санза, тебе, случай, тебе лучше сказать, что они больше не люди. Да, но что им сказать? Они же ещё дети. Почему ты такой грустный? Это потому что мы теперь монстры? Что? Вы уже знаете? Ну, конечно, мы знаем. Это всё наши тела. Но я... Это всё ещё я. А, Гинрей, я остаёмся теми, кем мы были. Ничего не поменялось. Но, Гинрей... Гинрей, если ты себя видишь монстром, то действительно можем стать. Что у нас изменилось? Мы такие, какие были прежде, верно? Не стоит беспокоиться. С ними всё будет хорошо. Они с этим разберутся. Да, похоже, они справятся. Мама, мама! Гинрей, Гинрей, вы живы? О, как я счастлива. Эти люди выручили нас. Я не знаю, как вас и благодарить. Несмотря на всех этих монстров, вы... Да, они победили их всех. Теперь больше нет никаких монстров. Спасибо огромное. Мы просто счастливы. Ну, мы просто счастливы, что обе девочки спасены. Я знаю, этого мало, но, пожалуйста, примите это. Я не могу. Мы не сделали... Пожалуйста, возьмите это в знак нашей благодарности. Кошачий тюрбан? Хм, окей. Хорошо, я приму это. Благодарим. Куда вы дальше отправитесь? Мы держим путь в Индию. Это очень далеко. Когда покинете пределы города, держитесь с северной дороги. На юге находится утёс дракона. 16 лет назад гора развалилась. Ныне там... 16 лет назад, говорите? Не потому ли, что туда упал метеорит? Да, это жуткая история. Звезда рухнула с небес и разрушила гору. Полагаю, теперь мы знаем, куда нам дальше идти. Прощайте, малышки. Не держитесь подальше от неприятностей. Даже если мы попадем в беду, то сможем с ней справиться. Кинрей. Ой, извините. Мы будем сторониться неприятностей. Не беспокойтесь. Хух. Я ещё немного волнуюсь. Она не одна. Уверена, с ней будет всё хорошо. Увидимся. Берегите себя. Окей, окей. Окей. Так, нам надо держаться с северной дороги, как нам сказали, но пойдём мы через южную, я так понимаю. В чём дело? Почему ты не проявляешь должного упорства? Чтобы завладеть посохом. О чём ты говоришь? Валы и Яксы не отнеслись к делу серьёзно. Поэтому и они сдались так быстро. Что ж, с этим ничего не поделаешь. Это задание не было для них настоящим. Дива. Если мы займёмся этим, то легко справимся. Почему бы нам не пойти? Остынь. Нагини. Неужели ты думаешь, мы должны возиться с ним? Он всего лишь человек. Он не просто человек. У него сильные друзья. И пока у него в распоряжении хранителя, он может стать проблемой для нас. Да что же они все такие злые-то, ну? Пусть он сначала соберёт всех с хранителей, потом мы соберём у него посор. Я обещаю, просто жди моих указаний. Я не собираюсь тебя больше слушать, я сама пойду. Стой, Нагини. Не смей мне перечить. Замолчи. Ничего с тобой не станет. Ты ничего не потеряешь, если мы пойдём. Но если я потерплю неудачу, то весь клан драконов будет уничтожен. Махараджа. Ага. Нагини и словом не отбомнилось обо мне. Она решила, что я никчёмен? Я ещё покажу ей, я лично займусь этим делом. Ого, ого, ого. Какие странные вещи крутятся вокруг нас. Ой, ужас, ужас какой. Так, что у нас здесь? Черчен. Пик Винди. И гостиница, да? Утёс дракона. Ой, даже не знаю, куда нам дальше идти, но для начала мы пойдём в лавку. Мы пойдём для начала в лавку и докупим то, чего нам не хватает. А нет, подожди, подожди. С этой лавкой мы подождём. Сначала пойдём в аптеку. Я потратил в много я... Ягод. Много разных хороших баночек. Да. Четыре банки я потратил, мне надо их назад купить. Все четыре банки вернитесь ко мне. Угу. Так, здесь мне ничего не надо, это тоже не надо, и это тоже не надо. Всё, отлично. Закупились. Выход отсюда. Да. Теперь в лавку. Вот теперь пойдём в лавку закупаться тем, чем нам нужно. Купить. Что нам надо? Так, нас шесть человек, у нас пять статных туник. Значит, шестую надо напялить ещё. Подожди, не понял. Ааа, всё, понял. Не надо никому ей передавать. Всё, я понял. Сглупил, малёха. Бывает. Немножечко сглупил, бывает. Так, у нас ни одной этой штуки нет модного колпака, тебе он не нужен. Стальной колпак меняем. Да, конечно. Продавай. Так, покупаем ещё один. Модный колпак у него уже есть. Так, тебе. 345. Кожаный шлем. Оу. Оу. Годжо, давай. 637, окей. Да, всё в порядке. Так и должно быть. Так, ну и тебе. Тоже кожаный шлем был. Ой, ужас какой. Так, всё. Уходим отсюда. Выход. Мне дали какой-то кошачий тюрбан. Что это за кошачий тюрбан, понятия не имею, вообще никакого. Давай сначала заглянем, что это такое. Не отряд, не отряд. Персонажи. Тебе по-любому, да, кошачий тюрбан? Экипировка, шляпа лотоса. Нет, не тебе. М-м-м-м, может быть тебе. И не тебе. Что за кошачий тюрбан такой? Может, это шмотка какая-то такая вот, типа крутая шмотка. Кристалл воды. Ой, кристалл ветра дали. М-м-м, бусы воды, кристалл ветра. Это, блин, всё, конечно, неплохо. Ничего такого у нас нету. Ну ладно, кошачьего тюрбана у нас нет. Может, это предмет для продажи? Ну фиг знает, ну. Можно проверить, конечно. Я ещё хотел к кузнецу зайти. Может, он что нам расскажет? Вот кошачий тюрбан. А, он только для женщин. Вон оно что. Так, секунду тогда. Раз он только для женщин. Сейчас мы его как бы напялим, да? 1800 на продажу стоит. На секундочку. Попрошу. Это довольно неплохо. Значит, он должен давать побольше, чем модный колпак. Да, и действительно он даёт поинтереснее характеристики. Ладно, пяли вам тогда кошачий тюрбан. Так, что мы, получается, этот продаём, который только что купили? Да. Ну ладно, сейчас продадим. Поглядим на свитки. Нет, не будем мы смотреть на свитки. Сразу продаём кошачий... Ой, не кошачий, а вот этот вот модный тюрбан. И идём в кузницу. И идём в кузницу. Посмотрим, может нам улучшить кузнец до третьего уровня оружия? Может, нет. Да, может. Смотри-ка. Может до третьего уровня. Ммм, 1700 за одну палку берёт. Больно. Больно и дорого. Ну давай, ладно. Давай до третьего уровня. На йоби, по-моему, это оружие называется. Или мне показалось? Да я понял, что ты можешь улучшить до третьего уровня. Я просто хотел посмотреть ещё раз на название. Ладно, денег у меня больше нет. Денег у меня больше нет. Дядя, я принёс тебе, что ты просил. Ух ты, спасибо, положи это вон там. Позже я пришлю свою жену с деньгами. Как? Какой жемительный запах. Это ведь мясо... Блин, мясо по-монгольски. Я должен держать себя в форме. Поэтому и питание должно быть соответствующее. Оно такое аппетитное. Какай. У тебя текут слюни. Ой, прошу прощения, я не хотел. О боже, Санза, мы закончили здесь. Давай захватим что-нибудь поесть. Пока мы здесь узнаем рецепт приготовления этого блюда. Не забывайте следить за своим оружием. Увидимся. Увидимся, увидимся. Мы к тебе сейчас ещё придём. Так, ещё хотел зайти на почту. Глянуть кое-что. Что вам угодно. Карты. Я хозяин этого заведения, могу ли я вам помочь? Серьёзно? Карточная игра? Нет, спасибо. Заглядывайте, когда вы станете от путешествий. Да-да. Угу. Так, заказы. Беку. Город Юмен. И доставка обеда на Туманную гору. Ладно, возможно, я за кадром потыкаю немножко вот это вот. Улучшу оружие и всё остальное. Но это не точно. Я... Нет, я впервые вижу. Отойдите от меня, вы пьяны. Ой, какая жуть. Ладно, ладно, я уже ухожу. Но я действительно где-то вас раньше видел. Вы очень похожи на портреты, которые я недавно видел. Что? Какой портрет? На днях ко мне заходил один блондин, он искал свою невесту. Ах, этот портрет, это я. Не думал, что он за и может зайти так далеко. Заходите ещё. Да, обязательно зайдём. Ладно, уходим отсюда. Немножко подзакупились, немного поулучшились. Давайте на пиквинзе. Оттуда уже и будем плясать. Подзаработаем малёха денег, купим немного новых свитков, купим, улучшим оружие. Ну, по мелочи будем разбираться. Пиквинзе. Окей, что у нас на этом пике творится? Здесь как раз-таки должен быть ещё один хранитель. Ведь так или не так? Что это за место? Я бывал здесь раньше. Если встать на этот камень, то... То что? Глядите, камень вылез из земли. Если больше людей встанут, вылезут ещё камни. Ну и что нам это даёт? Точно, как весело. Интересно, а для чего это нужно? Ммм... Хм... Было просто весело, я никогда не задумался об этом. Вероятно, там внизу резервуар с водой, который выталкивает камни наружу. Ладно, хватит уже дурачиться, пора двигаться дальше. Что плохого, если мы немножко... Если мы хотим разобраться немножечко с этой штукой? Слушай, такими темпами мы никогда не доберёмся до идеи. Гоку, иногда нужно себя немного развлекать. Итак, ты, Санза, с твоей стороны неразумно веселиться на моей территории. Винди. Поймав тебя, я здорово прославлюсь. Что ты опять творишь, а? Опять ветер, да? И что нашло на этих ребят? Эй, ты, из банды бычьей головы. Ой, бычьей морды. Ты из банды... Прямо в яблочко. Меня зовут Винди, я правая рука старика Найои. Опять... Опять Найои. Старик Найои? Он тоже заодно с Таурсом. Да, уж против меня выставили этого идиота. Ух, братец. Блоха, ты оскорбляешь имя старика Найои. Для тебя не будет пощады. Он еще и обладает мечом. Это очередной мини-босс. Очередной мини-босс, да? Хотите расставить своих персонажей? Конечно, хочу. Спрашивайте тоже. Давай, сюда Санза. Сюда Гоку. Куда-нибудь сюда Хакая. Рядом с ним пускай будет Шуреврин. Ты сюда Годжо. И сюда Кика. Да, начать битву. Победить Винди. Хорошо, хорошо. Победить Винди это понятно. Задание ясно. Но что-то мне подскажет, что нам надо сначала активировать эту плиту. Не знаю почему, но вот прям... Вот кажется мне, что что-то будет с этим связано. Давайте попробуем. Блин, я квик-сейф не сделал. А, ну собственно мне пока и не надо. Я думал, что чем больше людей встает, тем ниже она опускается. И тем вероятность того, что я вылезу обратно, минимальна была бы. На всякий случай. Ну просто на всякий случай. Ничего не подумать. Так, все, что ли, камни больше не вылазят? Или вылазят еще? Как нам спастись от такого мощного ветра? Ну ведь понятно же. Знаете, в прошлый раз ветер остановил эти камни. Угу. Чем больше людей будет на плите с символами, тем больше камней вылезут из земли. Так что если по дороге к Винде мы будем прятаться за камнями, мы одолеем его. Да ладно. Скажем так, я правильно все-таки мыслил по этому поводу. Но, знаете, что я вам скажу? Я сейчас сглупил, причем очень сильно сглупил. Но загружаться я уже не буду. Какая? Давай сюда. Магия. Булыжник. Булыжник не натягивается, поэтому, наверное, из себя камня кожу накинь. Камня кожа же ведь? Нет, панцирь. Давай, накидывай на себя панцирь. Ты у нас все равно за камнем стоишь. Урон по тебе будет снижен, но при этом при всем за камнями ты будешь особо, типа, в безопасности от ветра, как минимум. Как минимум от ветра ты будешь в безопасности. Окей, вор получай. 44 урона. А оттуда я могу народ немного подвыдвинуть. Да, я могу отсюда народ пока вытащить. Туда сейчас один Санзо встанет, и все будет нормально. И мне этого хватит. За одним камнем-то стоять. Гоку, давай тоже вылази оттуда. Вот и все. Пока что отсюда больше никого вытаскивать не надо. Пускай сами подходят. Винди нас сильнее не побеспокоит, я думаю. Так. Но меня обходят со всех сторон. Кика у нас немного в опасности. Ну как немного. Она прям в серьезной опасности. Она прям выхватывает, выхватывает. Надо будет ее шахилить. Плита была ясна для чего. В принципе. Тогда раз уж на то пошло, тогда все понятно. Водяной меч мы не дотягиваемся. Живой водой мы можем только похилить, да? Если мы отсюда сейчас вылезем, скорее всего пойдет Винди. А нам это надо, а нам это не надо. Поэтому просто... Пока что просто ждем. Так, Винди ничего не делает, а мы пока стоим за камнем. Все. И это нормально. Так, Санза, давай мы с тобой, наверное, похилим ее. Зелькой. Да, зельку применим. Большую. Сразу применяем зельку. Угу. Мы ее сейчас все равно отсюда уберем. Санза не такой сильно уж и опасности будет здесь стоять. Давай, хакай. Руби. Как ты умеешь. Идти? Да нет, никогда не надо идти. Просто встань сюда. Ты... Давай выползай оттуда. Целиком и полностью выползай. И стреляй сюда. Вора. Еще 48 хп. Окей. Так. Теперь Санза у нас немного в опасности, да? Ну как немного. Ну, как я и говорил, что в прошлый раз. Неслабо выхватывает, да? Протыкание. Давай вот сюда. Двоих сразу. Бам. 61. 61. Окей. Так. Ммм. Сон Гоку. Блин, разбредаемся по всей карте. Не знаю кто. Сейчас в данный момент. Давай, руби этому по голове. 93 урона. Неплохо. Ну вот, что делает прокачка оружия. Нужная вещь на самом деле. Так, 45 урона. У нас у него, кстати, начинают проблемы хоть какие-то появляться. Ммм. Вот и Сагоджо. Нашел себе занятие. Выстрел куда? Сагоджо. Ладно, Сагоджо переживет как-нибудь это все. Выстрел. Попал. Плохо. Плохо. Сагоджо. Давай ломай ему лицо. Че я могу сказать? Минус 5 урона. Ммм. Неприятно. Неприятно максимально. Так. Мне это уже не нравится на самом деле. То, что они прорываются. Прям. Довольно далеко прорываются. Моя магия особенная. Берегитесь. Ветер уничтожь моих ненавистных врагов. Ошеломляющий ветер. Ошеломление. Я надеюсь, что оно не сработает. Так. И попадает он только вроде как по... Да. По одному из наших всего на все. Я надеюсь, что это не зацепит его. Эффект там имеется в виду. Да. Эффекта никакого не наложило. Эффекты не наложились. И меня это не может не радовать. Так. Кика. Кика у нас постепенно начинает получать люлей. Много уже. Призыв. Мать. Ничего лучше не нахожу для данной ситуации. Призыв. Матери. Все. Нам нужен хил. Полноценный. Причем постоянный. Хоть минимум. Хотя бы на три хода. Я думаю, это будет в тему. Сейчас переползем поближе к Кике. Тем самым мы ее похилим. И похилимся сами. Давай вот сюда. Так. Хил. 38. 20. 28. 33. 20. И 33. Окей. Так. Хакай. Хакай, недолго думая, бьем магией, граблями вот сюда. Или не сюда. Да нет, все правильно сюда. Да. Сюда. Так. Так, один увернулся. Блин. Обидно. Ладно, ничего страшного. 12 опыта получено. Хорошо. Кики. Точнее Кика. Стреляй. Убиваем вора. 34 очка опыта. Уровень получен. Кика. А ты можешь свалить сюда? Нет, не может. Мало. Мало ходов. Ладно. Пока сюда вставай. Я тебя опять подставил, да? Хреновенько. Ладно. У тебя сколько хп? Полное. У тебя не полное. В принципе, ничего лучше нас нету. Щеем атаковать вот этого в спину. Это лучший пока результат. Сонгофу. Да давай, наверное, тоже его атакуй. Бам. Санзо, только не умирай. Не, нормально, пока живем. Там Сагоджо бьют. Ну ладно, Сагоджо пережил. А вот и по Санзо выстрелы пошли. Ужасно. Ужасно. Пока что ужасно. Сколько у тебя Санзо хп? 73? Ну ты, по идее, сам сейчас ходить будешь, да? Поэтому магия, водяной меч. А, мы его не добьем. В водяной мечом. И вылезти отсюда мне что-то как-то... Хотя ладно, какая мне разница. Ну вылезу и вылезу. Ничего. Ничего, как-нибудь переживем. Атакуем. А, нет, походу все. О, это еще и крит удар. Все, да. Вот для этого был квик-сейв сделан. В начале игры. Вот именно для этого. Скажем так, проверочка ситуации в целом. Что к чему. Камни много можно не поднимать. Это я уже убедился. Типа и без камней можно прожить спокойненько. Да, 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 да. Ты нам уже это все рассказывал, давай. Давай, 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 да. Дальше, дальше, дальше. Мы уже знаем, что и к чему. Санза, особо вперед не лезь. Мать, пока призывать нет смысла. Мы еще успеем. Хакай, ты вперед. Кика тоже куда-нибудь назад, вместе с Санза. Возможно, мы сейчас Кику и Санза как раз туда и перетащим. Нормально. Последний камень, надо ли нам его пока? Да, пускай пока будет. Вдруг этот дурачок захочет использовать его. В спину атакуешь, да? Ты посмотри на эту свиноту, а? В спину атакует. На этот в лицо. На, ну ладно. Обидно, что здесь контрудера нету. Был бы прикольно, как минимум. Они меня атакуют, я их атакую. Был бы как бы и в этом смысл. Сагоджо, давай, наверное, атаковать. А кого мы будем атаковать? Нет, мы не будем атаковать вообще. Живая вода на себя. Живая вода и на себя. Так, похилились. Спину перестаем отдавать под атаку. Камушку поближе встанем. Мы чуть не проиграли эту битву в прошлый раз. Ну как, там были потери уже. Точнее, как мы проиграли ее. Мы ее как раз таки... Прям не знаю, прям проиграли-проиграли. Кто ты такой? Чем тебя атаковать? Жизнь тебя не берет. Вода тебя не берет. Булыжник вообще для тебя... Скажем так, не очень таки оружие страшное. Ладно, булыжник. А, сейчас я вообще ничего не сделаю. Мне надо еще ближе подходить. Ладно, тогда отсюда. Ладно, тогда отсюда. Че я делаю-то? Призыв я хочу сделать, точно. Хочу взять... Не знаю, наверное... Да мать призывать будем, да. Призывай мать. Все, ждем прямо на этом месте. Не будем особо раскручиваться на что-либо. Хаккай, давай ты вот сюда переползаешь. Магия, грабли. Вот сюда, да. Хаккай, ты все равно не заденешь. Так как он союзный. Так, переползай сюда, Кика. Атакуй. Да, атакуй, наверное, вот этого товарища. О, крит получился. Неплохо. Хаккай бьют. Ну, хаккай, ладно. Хаккай переживет, это все. Магия протыкания. Сюда. 61. 61. Неплохо, неплохо. Урон хороший, на самом деле. Мог быть хуже. Куда? Так, давай ты вот сюда переползешь. Магия. Ээээ, огненное жало. Вот сюда. Я вот не знаю, может на самом деле надо пользоваться чаще оборотням. И тогда будет немного по-другому играться все это дело. Это я способностями такими, как оборотень, практически не пользуюсь. Дипа, мне кажется, что это немного сложновато. Местами бывает. А на самом деле все будет куда проще, если я буду пользоваться способностями. Наверное, все-таки надо способностями почаще пользоваться. Да хватит меня атаковать, дайте мне сходить. Ох, ужасно, ужасно. Сходить просто не дают, они в более высокий уровень, чем у меня. У них повыше уровень. Поэтому есть некоторые проблемы. Кику оставь в покое. Она тебе ничего плохого не сделала, кроме как к витам ударила. Опять кого? Кику? Да, Кику. Да хватит вам Кику бить-то. Ну, что вам Кика-то сделал? Так, 148, 140. Разберелись, блин, по всей карте. Я говорю, вот и атакуем разных персонажей. Это нам и проблема доставляет. Давай ближнего атакуем. Меч и тирогеи, все дела. А, еще и чары поразработали. Вот это неплохо, конечно, но... Воргами ли? Не знаю. Мне кажется, что они заработали, но это было не в тему. Уровень поднялся, хилл тоже поднялся. Но это неплохо, на самом деле. Вот это неплохо. Что ж, хилл поднимает. Уровень. Магия, грабли. Вот сюда. Было бы квит, было бы еще лучше, на самом деле. Но, ладно. Пользуемся тем, что есть. Так, ну так как на нем висят чары, мы можем его и не атаковать, да? У нас здесь есть интересные, более чем персонажи, которых надо избить. А он нам в этом как раз поможет. Давай, тогда вот так. Какая? Держись там, что ли? А куда ты переползаешь-то, ну, тетя? Дядя, не знаю, кто ты. Давай вот так. Протыкание. Сейчас мы еще от народа немного избавимся. Уходи отсюда. Ты сюда подходи, наоборот. Магия, огненная... Подожди, а ты атакой обычно не сможешь ударить? Можешь. Зачем нам тогда магию использовать, если мы можем обычной атакой осадить? Отсаживаем. Они там меж собой месяцы уже. Вот, другой разговор. Дело пошло немного по-другому уже. Сейчас какая сразу двоих высадит. По возможности, если получится. А Сагоджа пойдет спасать... Кику. Так ведь, да? Или он лучше будет убивать бандита? Бандит так-то огненный, поэтому его убить не получится так сразу. Давай, наверное, тогда вот так сделаем. Так. Да, мы Кику прикрыли. Он Сагоджа бьет. Окей. Тогда не проблема. Так, ветерком попадает по... Хаккаю. Так, этот диалог мы тоже уже видели, поэтому... Не загоняемся. Ну и... Прошлый раз эта магия не сработала, в этот раз она снова не сработала. Меня это не может не радовать, в принципе. Это вообще великолепно. Так. Ой, это был Крид. По нему было заметно, что это Крид будет. Но... Слишком как-то оно быстро сработало. Так, мечи-чародея. Его и убивать мечами-чародея не хочу. Давай вот этого атаковать. Может быть, еще раз получится на кого-то чара накинуть. Будет его очень к мне стоп. А Кика нас сейчас лечить будет. Так, 109 КП. Да, еще раз чара получилось накинуть. Кстати, вот я говорил о том, что у меня чара не срабатывает. Теперь они начали чаще срабатывать. Это меня тоже радует. Хоть с колена поднялся, уже хорошо. Так, давай, наверное, сделаем вот так. Магия грабли вот сюда. Убиваем того, кого мы первого. Чарами как-то захватили себе в группу. И бьем друга из него. Так, здесь хил массовый. Обязательно пора хилиться. А иначе у нас будут проблемы великие. Ну, у кого не будет проблем, это у Санзо. Санзо фуловый был. Кика почти фуловая. Но все-таки сейчас ей будет получше. Сейчас ей будет получше и полегче. Хорошо. Так, все. Ты Санзо атакуешь, серьезно? Дядя какой злой, а ты посмотри на него. Ты у нас, девочка, добиваешь вот этого бандита. Бандюгана. Отлично. Вот в этот раз я не сильно так это раскидал свои войска по всей карте. И все дело пошло получше. А иначе бы все опять пошло через одно место. И было бы максимально неприятно. Давай вот это ворот подожжем немножко. Он хоть и зачаренный, скажем так, но все равно сможет доставить нам некоторые проблемы. После того, как отойдут его чары, он нам начнет доставлять некоторые проблемы. Надо от него сразу избавляться. Ну, по большей части. Хотя подожди-ка. Магия, водяной меч. Давай вот этого чудика добьем. А то он так-то в спину атакует. А в спину атака, блин, нам не очень приятно, да? Я так вот думаю, что не очень приятно. Давай, добиваем его. А сами подходим вот к этому камню. Ну, это чтоб не его с ветром не атаковало. Так, обычный порез на бандита с луком. Ну, окей. Так, все так же атакуешь какая? Какая у нас живучий? Живучий поросенок, скажем так. Поэтому проблем с ним не будет. Хотя, если ошеломление будет работать, то будет неприятно. Будет ли оно работать? Неизвестно. Нет, оно не работает. Ну, тогда все отлично. Луком бьют. Кику. Но Кика у нас живучая. Если что, она еще и похилить может. Давай, наверное, Санзо. Мы его магией и мечами чародея вот так вот. Немножечко ударим. Ну, так, чуть-чуть. Чуть-чуть, скажем так, наскучим по голове. Ну-ка. Чары сработали? Чары не сработали. Не в этот раз. Мне так намекнули, так мягенько. Не, братан, в этот раз не пойдет. Я такой... Окей, ладно. Нужно уходить, но давай. Давай. Давай, давай, давай. Увидимся как-нибудь в следующий раз. Даже не знаю, кого нам теперь призывать. Какая? У тебя еще... Ну, есть хп, но не так много. Давай, наверное, ты, ребят, вот сюда перетащим. Булыжничек. А ты там не достаешь ни до кого, да? Давай этого. Давай этого. Давай тогда того, которого мы чармили. В него булыжником кинем. Камень на голову. 84 хп. Он уже на коленочку пристал. Будем от него избавляться или нет? А у тебя магии боевой нет, насколько я помню. Да, боевой магии у тебя нет. Ладно, давай избавимся, наверное, от этого вора уже. Хотя мы могли очарование накинуть на второго. Уже чисто от пики. И то не факт, что оно сработало бы. Но тут проблема в том, что оно не всегда работает. Кстати, а протыкание работает через стену? Нет, смотри-ка, через камень этот оно не работает. Ну ладно, тогда иголки. Вот на этого бандита. Чтоб нас ветром не закидало от винди. Мы будем тогда иголочками закидывать противника. Единственное, что у нас Гоку не участвует в бою. А он так-то плотненький, товарищ. Но он не может поучаствовать в бою. Ну ладно. Оставь покой. Оставьте покой Сагоджо. Он вам плохого ничегошеньки не сделал. Это все ваши предрассудки. Вы думаете, что он вам сделал что-то плохое, но это лишь ваши предрассудки. Сагоджо вообще самый добрый из этой группы. Да, он в начале игры там, конечно, высказался пару раз не очень лестно о нашей компании. Потому что мы монстры и все тому подобное. Опа, ошеломление работает на чего? На всех. Ну что, тогда камень держать смысла уже нет, да? Тогда, получается, камень можно отпускать. Главное, чтобы ошеломление не сработало ни на кого. И все было бы хорошо. 64 урона. А вот, ну и ошеломление. Причем сработало оно только на одного. Как оно работает, понятия не имею. Но я так понимаю, что персонаж стоит на одном месте и ничего не делает. Но, я так понимаю, это на самом деле не совсем так. Санза, давай призовем луну. Пускай мана всем восстанавливается теперь, кроме тебя. Нам еще его как-то убить надо. Я надеюсь, что я его хп и ману могу отслеживать. Ну, хотя бы надеюсь на это. Если мы не можем этого отслеживать, то будет плохо. Очень плохо, на самом деле, будет. Мана восстанавливаем, да, естественно. По 10 маны. Кому-то 13, но в основном по 10. Какая? Давай двигай сюда. Пока тебя нафиг там не убило. 88 урона. Ну ладно, сойдет. Уровень поднял. Хорошо. Уровень огня еще поднял. Так, ты, дамочка, давай сюда, шуруй. Магия. Лечить группу. Вот прям сюда. Как бы нам ее теперь в чувство привести. Шуруй, я имею ввиду. Но, скорее всего, на нее работает антидот, но... Я помню, как он срабатывает, он работает что-то как-то, что-то не очень хорошо. Через одно место он срабатывает, я так скажу. И, скорее всего, у нас не получится ее разбудить. Давай, наверное, тогда сюда передвигаемся. Магия. Огненное жало. Давай, Винди. Огненное жало на Винди. Да, она просто становится неактивна. А мана у него осталась, ну, как минимум еще на 2-3 приема. Таких, какие он использовал. Кстати, я сейчас сам себе ухудшил ситуацию уж, да? Получается. Получается, что да. Сам себе ухудшил ситуацию, открыв камень. Если он сейчас за один ход умудрится мне сразу выкосить все в руку, в ошеломление засунуть. Ну, такое, я уверен, не может произойти. Из-за скриптов игры. Но все-таки хрен его знает, как это работает. И, возможно, что у него получится это сделать. Ну, давай увидим. Узнаем сейчас. Не, а он всю группу сразу ошеломлять не будет. Он ошеломляет только какую-то часть. Типа, я говорю, скрипты не позволяют ему это сделать. Вот он сейчас атаковал троих. Кого из них он ошеломит? Как минимум одного точно ошеломит, да? Да. Я говорю, как минимум одного он ошеломит тем самым, да? Действительно, это работает именно так. Ладно. Так, хорошо. Давай попробуем антидот применить. Я, конечно, понимаю, что не лучший выбор сейчас это делать, но давай попробуем. Хлоп-бысь. Да. Антидот помогает. Хорошо. Это тоже хорошая новость. Одна из лучших новостей, я бы даже сказал, на данный момент. Что мы можем хоть как-то избегать этого всего. Очарование. Будем пробовать, не будем пробовать. Им и очарование. Что у нас по хп? По хп у нас все в порядке. Я ни разу, кстати, не делал оборотни из нее. Еще. Ну вот сколько играем, я еще ни разу из нее оборотни не делал, но, наверное, не время. Не время и не место. Успеем еще из нее оборотни сделать, я думаю. Давай мы попробуем еще хакай разбудить. Че это он у нас спит? Пускай это будет шуриурин. Мы ей доверим это все. Так, не антикамень, а антидот. Антидот, давай. Да, отлично, все, всех разбудили, все молодцы, все проснулись. Все проснулись, значит все будет великолепно. Так, атака, давай в спину, бандиту наваливаем. Бандит отвалился, ему хорошо. Бандит отвалился, ему хорошо. Так, это будет фит удар. Кстати, сколько у тебя хп? 8-7 осталось, да? Баночку к тебе заюзать. Давай мы тебе баночку заюзаем на 200 хп. И все будет вообще великолепно. Так, так. Два опыта ты получил за эту баночку, давай куда-нибудь сюда отползай. Один позади будешь стоять. Винди, что ты будешь выкручивать? А, больше ничего ты выкручивать не будешь, ты будешь просто атаковать впрямую, да? Хорошо, я тебя понял, лук земли. Мы можем добить, кстати. Давай, наверное, так и сделаем. Где я вообще нахожусь-то? Вот какая перед какая-то, встань. Атака, нет, не атака, магия, а лук земли. Нет, убить мы его не убьем, но урон нанесем. Давай, лук земли. Мы помним, как он выглядит. Он довольно красиво выглядит, этот удар. Симпатично. 110 урона. Ну, получше, чем у атака почти у всех нашей группы. Почти у всех в нашей группе атака получше выглядит по урону. Ну, не считая Гоку. У Гоку довольно много урона. На-ка, по спиняке тебе. На 83 урона. 18 опытов своих получил. Кика, давай, вали оттуда. Атака, не дотягиваешься? Не дотягиваешься. Давай, не зельку, магию или лечение на себя. Остальные у нас более-менее живые, поэтому только на себя. Да, 96 кп, но этого достаточно. Шуриурин. Так, Шуриурин. Давай, сюда, дуй. Магия протыкания. Или лучше иголочку. Не, иголка не подойдет, протыкание давай. 62 урона. Хорошо. 10 опытов ты получила. Отлично. Гоку. Давай, дуй сюда. Давай, винди осаживать. Давай осаживать винди. Бам, по голове. 67. Кстати, у винди довольно мало урона. Ой, у винди, у гоку. Это немного странно. Че, дугик что ли? Ты зачем это делаешь? Ну окей, Сагоджо, ты сам ему отдался, скажем так. Будем честными. Бам. Крит урон на 92 кп. Окей, неплохо. Давай, дуй сюда. Дуй ко всей основной группе. Виндика, вырезать будешь? А, ты ошеломление будешь опять использовать. Это, похоже, последнее в его ошеломление. В этом уровне. Так как мана не бесконечная штука. И об этом не стоит забывать. Ошеломил кого-нибудь из этих двоих? Я надеюсь, что нет. Отлично. Не получилось у него ошеломить. Лук земли. Давай добиваем. А зачем нам лук земли и добивать этого кипка? Давай мы просто подойдем к нему впрямую. И атакуем его обычной палкой. Бам. 62 урона. Все. Ну, по итогу было 56. Уровень ты не взял. Это обидно. Ну и ладно, обойдемся без уровня. Так и быть. У нас еще Хакай не ходил. Извольте отклониться. Будьте осторожны. Обязательно будем осторожны. Давай. В следующем уровне, скорее всего, мы опять с тобой увидимся. Я, конечно, в этом не сильно уверен. Но, скорее всего, мы с тобой увидимся. Хакай. Давай, дуй сюда. Атака. Обычная атака в лицо. Бам. 61 урона. Кстати, по спине у него атака была посильнее. Ладно. Ты отходи. Кика. Давай стреляй в спину. Средит урон. На 58. Ну, почему бы, собственно, и нет. Уровень взяла. Ну, отлично. Ну, уровень огня подняла. Уровень земли, кстати, тоже подняла. Шуреурин. Давай с бачку. С бачку заходим. С бачку и атакуем его. Бам. 49. Неплохо, неплохо. Можно было, конечно, по урону получше сыграть, но нет. Обойдемся тем, что есть. 67. 12 опыта получено. Ну, и в спину Сагоджи атакует. Все. Победа. Победа. 21 урона. Ой, опыт. Неплохо. Я не могу проиграть. Только не я. Да-да-да. Да-да. Бухти-бухти. Что ты не можешь проиграть. Только не ты. И все остальное. Я просто ошибочку в прошлый раз совершил, поэтому ты только и выиграл. В прошлый раз. 22 опыта, всего 3,5 тысячи... Семь монет. Мда. 3,5 тысячи семь. Ну, обидно, конечно. Ну, ладно. Пускай хоть как-то так будет. Вы здесь еще играться будете с плитками, да? Ах. Скажи мне, где бычья морда? Если скажешь, то я отпущу тебя. Винди, как ты умудрился проиграть? На Йои. Ого. Когда он успел тут появиться? Только не говорите, что он тут стоял и смотрел. Вот трус. Я помогу тебе. Вуаля. Испарился. Надо же, Сагоджо. Теперь я тебя вспомнил. Ты убил моего друга. Ты привык быть человеком. Человеком-магом. Я отомщу за своего друга. Вот увидишь. Чего? Мы чего-то не знаем? Что значит привык быть человеком? Имеется в виду, как Кинрой Гинрой? Не совсем так. Когда-то я был человеком, к тому же я был магом. А? Как ты стал оборотнем? Не это случилось около 400 лет назад. У широкой веки. Я хотел уничтожить логово монстров. Я покончил с ними. Но один умирающий монстр наслал на меня душу проклятия рыбы. На мою душу. Я стал монстром. Оборотнем. Один из тех, на которых я охотился до этого. Так этот тот самый монстр и был другом Старикана Йои? Без понятия. Там их было так много, что вполне возможно. Грустно. Ну ладно. Ты меня удивил. Никогда бы не подумал, что ты будешь о таком говорить с улыбкой. Я тоже удивлен. Не только улыбки. Столь, сколько тому, что я вообще рассказал об этом. Это для меня большая честь. Спасибо, что поведал нам. Так, хотите сказать, что я пошел не в ту сторону, да? Ну ладно. Что-то я слишком затянул уже и так серию. Давайте сохранимся. Давайте сохранимся и, скажем так, продолжим проходить ее в следующей серии. Что у нас там остается? Это гостиница, но нам надо еще будет, наверное, в Утес Дракона заглянуть через Черчин. Ладненько. Ну а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока. Пока.